Привет! Вы на канале компании, которые заботятся о своих клиентах, предоставляют качественный сервис и лучшие запчасти. Не забываем, что к нам приехали ноускаты. Ноускат – это полноценная морда со всеми запчастями по лучшей цене. Вы давно просили этот мотор. Итак, встречаем 2.2 от Saab TID, он же Opel DTI. Двигатель 2.2 TID достался автомобилям Saab от автомобилей Opel. Обе марки входили в концерн GM. Этот дизель продержался на конвейере с 1998 по 2009 и дольше всего он прослужил на автомобилях Saab 9.5. И, конечно же, этот мотор ставился на большое количество автомобилей Opel от Astra до Omega, а также на Frontera, Signum, Sintra. В зависимости от года выпуска этот двигатель развивает мощность от 115 до 125 лошадиных сил. Мнения у двигателя 2.2 TID противоречивые. Кого-то он радует и ходит 500 тысяч километров, а кого-то огорчает капиталкой, либо заменой на контрактный хороший мотор, который можно купить в «АвтоСтронг-М». Также немало сюрпризов преподносит его топливная система с ТНВД Bosch VP44. Но об этом мы подробно скоро расскажем. И прямо сейчас мы разберем двигатель D223L, снятого Saab 9.5 2002 года с пробегом 222 тысячи километров. А рассказ о поломках этого двигателя мы начнем со стартера. Бывает такое, что двигатель не заводится и виной этому может быть не только топливная система, но и стартер. Нередко он начинает крутить слабее и двигатель тогда не заводится, либо заводится с трудом через несколько секунд прокрутки. И помните, что у нас много стартеров в наличии. Отдельная тема двигателя 2.2 TID – это завоздушивание топливной системы. То есть воздух сюда может попадать через негерметичные быстроразъемные соединения, через деформированный корпус топливного фильтра, а также прохудившуюся резинку в нем. Воздух также может попадать в ТНВД через задубевшее колечко под болтом в отверстии, которые служат для блокировки валов ТНВД. Отдельная причина завоздушивания – это просевшие колечки под траверсами форсунок, о которых мы расскажем чуть позже. Завоздушивание может проявляться как при каждом запуске двигателя, так и после долгих простоев. Датчик коленвала нуждается в замене при следующих симптомах. То есть внезапная остановка двигателя, подстраивание, и все это сопровождается отключением тахометра либо поддергивание его стрелки. Течи масла могут объявиться из-под прокладки теплообменника, из-под клапанной крышки, из-под впускного коллектора в районе первого цилиндра, а также из-под патрубка EGR. Шкив коленвала демпферный и нуждается, естественно, в замене после разрушения резинового слоя. Течи по сальнику коленвала бывают и возникают из-за забитой системы вентиляции картерных газов. Итак, ну а сейчас мы начинаем нашу разборочку. Половина корпуса насоса ГУР является вот этот кронштейн, где крепится сам ГУР и плюс компрессор кондиционера. Итак, встречаем вакуумный насос. Течи масла могут происходить через вот эту прокладочку. Вдобавок и сам вакуумный насос может выйти из строя. В конструкции вакуумного насоса присутствуют два обратных клапана. Один из них управляет вакуумной магистралью EGR и геометрией турбины. Из-за сорения мембраны нижнего клапана в вакуумных магистралях появляется масло. Продолжение следует... Клапан EGR – известное слабое место на этом моторе. При его неисправности фиксируется ошибка 0400. Клапан может заклинить в промежуточном положении, и тогда нарушается регулирование потока отработавших газов. Тогда двигатель получает недостаточное количество воздуха и сильно падает мощность. Эти симптомы могут пропадать при повторном запуске двигателя. Владельцам двигателя 2.2 TID эксклюзивно достался электронный клапан. Его можно почистить, а вообще владельцы решают эту проблему, заглушив его и отшив. Либо еще можно поставить эмулятор. На двигателе 2.2 TID установлена турбина Garrett G18V. Турбина надежная и неприхотливая, с управляемой геометрией. Выходит из строя в основном из-за экономии на моторном масле. Дело в том, что из-за дефицита смазки возникает выработка на валу турбины, возникает люфт и масло может просочиться во впускной коллектор. Напомним, что первое масло в впускном коллекторе – это плохо, а второе – вы получите белый дым из выхлопной трубы. А избыток масла либо же неожиданно выплеснутое масло из интеркулера в двигатель может его просто разнести, если не заглушить его вовремя. Обычно при поломке турбина начинает свистеть. Лопатки ее геометрией управляются вакуумным актуатором, поэтому на его работе сказываются проблемы с вакуумными магистралями и электровакуумными клапанами. Другими словами, недодув или передув турбины возникает из-за проблем с вакуумом. А вот прокладка теплообменника и, как мы видим, она совершенно потеряла эластичность. Термостат находится вот в таком корпусе и продается тоже с этим корпусом. Но обратите внимание, что здесь есть вот такой вкладыш. Люди в целях экономии покупают только его, потому что он продается отдельно. Двигатель от Saab оснащен выхревыми заслонками, которые находятся во впускном коллекторе. Обычно проблемы с ними возникают из-за проблем с вакуумом, который приводит их актуатор, либо же из-за обилия сажи. Из-за подклинивания потоки воздуха могут сорвать одну из заслонок, она попадет в цилиндры и тогда двигателю будет нанесен очень большой ущерб. Если заслонки по тем или иным причинам начинают сбоить, то есть они остаются закрытыми в тех режимах, когда они должны быть открыты, то это сказывается на мощности двигателя. Нередко заслонки вырезают, чтобы просто не иметь с ними проблем. В клапанной крышке находится маслоотделитель. Через вот эти отверстия картерные газы попадают в маслоотделитель. И вот по патрубку, которая выходит отсюда, утилизируется. Но маслоотделитель здесь без лабиринта, и многие эксперты считают его малоэффективным. Потому что масло не оседает, а попадает в цилиндр и сгорает там. То есть этот маслоотделитель может быть причиной небольшого, но масложора. В ГБЦ один распредвал, который умудряется открывать 16 клапанов. И как мы видим по состоянию, все отлично. Очень интересная конструкция. Здесь стоят траверсы, топливо входит сюда, выходит из обратки. Сейчас мы все это подразберем и подробно расскажем. Отметим, что вот эти планки позволяют одному кулачку открывать два клапана. И еще отметим, что пары клапанов находятся здесь не вдоль, а поперек. То есть вот это выпускные клапаны, а вот это впускные клапаны и так далее. Это траверсы. Они прижимают форсунки, по ним идет топливо к форсункам и топливо идет в обратку. Обратите внимание на вот эти резиново-металлические колечки. Они уплотняют траверсы с форсункой. Со временем они имеют свойство усаживаться. И тогда происходит следующее. При работающем двигателе здесь все находится в масле, а в канале обратки происходит разряжение. И при негерметичности обратка буквально высасывает масло и смешивает его с топливом. И тогда мы получаем черное топливо и черный топливный фильтр. А когда двигатель заглушен, все масло уходит в поддон. И тогда обратка подсасывает воздух. И тогда система топливная завоздушивается и при такой проблеме приходится разбирать двигатель и приводить его вот в такой вид, чтобы менять вот эти маленькие резинометаллические колечки. При растяжении цепи, приводящей ТНВД, угол опережения впрыска отклоняется в более позднюю сторону. То есть опаздывает. И тогда проблемы с запуском получаются только на горячем двигателе. На холодную двигатель заводится нормально. На холодную двигатель заводится нормально, потому что автомат опережения впрыска выставляет максимально раннее значение. На горячем двигателе позднее, из-за чего он запускается проблематично. Для решения этой проблемы лучше всего поменять цепи комплектом. То есть две цепи, башмаки и гидронатяжители. Хотя некоторые химичат, подразбирают мотор, подкручивают вал ТНВД, чтобы компенсировать растяжение цепи. То есть немного корректируется положение вала ТНВД к коленвалу и распредвалу. Прыском топлива управляет ТНВД Bosch VP44. По своим временам и во второй половине 90-х это был весьма прогрессивный насос. Но у него очень много косяков как по электрике, так и по механике в интернете есть целый список. Состоит он где-то из 40 позиций. Двигателю 2.2 TID достался особенный ТНВД Bosch VP44 с блоком управления PSG16. Его отличительной особенностью это вот эти два разъема. Этот блок управления стоит прямо на ТНВД. И в нем стоит знаменитый транзистор, который может сгореть из-за подклинивания клапана подачи, обгорания его обмотки, либо же просто из-за перегрева. Также на плате ЭБУ разрушается пайка всех элементов. Этот мозг очень дорог в ремонте и при замене его на ЭБУ надо привязывать иммобилайзер. Механика VP44 оснащена автоматом опережения впрыска, который состоит из муфты, поршня и клапана. Поршень известен подклиниванием из-за загибания кромок гильзы, где он свободно перемещается. Кромки царапают поршень, образуется стружка, стружка попадает в пары трения, забивает калиброванные отверстия. И кроме всего этого насос перестает регулировать угол опережения впрыска. Без регулировки угла опережения впрыска двигатель вибрирует, тарактит как трактор и перестает разгонять автомобиль. И такие же симптомы происходят из-за выхода из строя вот этого клапана. Он управляет всем автоматом опережения. А вот это клапан-дозатор, который выходит из строя при перегорании вот этого транзистора. И фактически перестает поступать топливо к форсункам. Вообще в этом ТНВД очень много нюансов. И даже оплетка с проводки облазит, и проводка начинает коротить. Но наш насос в отличном состоянии. И, естественно, купить вы его можете в «АвтоСтронг-М». Форсунки в этом моторе простые, механические, могут потребовать замены распылителей. Но не забываем, естественно, о замене огнеупорных шайб. Здесь они у нас в отличном состоянии. И расскажу историю моего знакомого на таком же двигателе только на Opel. Эти форсунки так лили топливо, что за неделю уровень масла в поддоне увеличился в два раза. И мы вас не обманули. Два выпускных и два впускных клапана. Пары клапанов здесь действительно стоят поперек. Ну и по состоянию у нас все супер. Нет прогоревших клапанов и нет нагара. Вы не поверите, двигатель в состоянии нового. Нет ни одного намека на нагар. Хон как с завода, естественно, задиров тоже нет. В цилиндрах образцовая чистота «АвтоСтронг-М». В поддоне у нас чисто и, внимание, в комплектации этого двигателя у нас есть датчик уровня масла. На современных моторах это редкость. Нижняя двухрядная цепь, которая идет от коленвала к ТНВД, тоже растягивается. Но есть случаи, когда вот эти башмаки обламывают или же цепь стругает эти пластиковые башмаки. Возникает пластиковая стружка, которая попадает в масло, забивает маслозаборник, а также попадает в пары трения. Проблемы случаются и с гидронатяжителями. Они подклинивают, но реже разрушаются. Провисание цепи приводит к встрече поршней и клапанов. Кстати, владельцы этих моторов, напишите в комментариях, встречались ли ваши поршни с вашими клапанами. В эксклюзивном порядке двигателю 2.2 TID достались балансирные валы. Сейчас мы расскажем, какие косяки с ними случаются. Балансирные валы крутятся с удвоенной скоростью вращения коленвала. Приводятся шестерни, которые установлены на коленвале цепью. Обратите внимание, что здесь установлен отдельный натяжитель и отдельный башмак. И вот этот башмак очень хрупкий. Он может просто обломаться. После этого цепь провисает и тогда мы слышим ляск. Особенно это слышно после разгона и отпускания педалей газа. Кроме того, цепь может перескочить и начнутся дикие вибрации из-за дисбаланса. И если так ездить, цепь оборвется, ее намотает, она подпадет под поршень второго цилиндра, что называется, закусит. И тогда двигателю да. Уважаемые подписчики, пишем в комментариях о таких случаях. Я точно знаю, что такие случаи бывают. На таких моторах Saab и Opel нередко ломают коленвал. И говорят, что это из-за того, что коленвал крутит еще и цепь балансиров. Хотя нередко в пострадавших двигателях со сломанным коленвалом обнаруживают пластиковую стружку, которая забивает маслозаборник и попадает в пары трения. Обратите внимание на образцовую чистоту поршней. Никакого нагара. Все кольца подвижны. Маслосъемные кольца без намека на закоксованность, а шатунные вкладыши как новые. Минуточку внимания. Во-первых, на следующей разборке к нам вернется Паша. И во-вторых, мы наконец начнем разбирать коробки передач. А вот это сюрприз! Увидеть такой задранный вкладыш на моторе в таком состоянии, это удивительно. Но конкретно для этого мотора это рядовой случай, потому что вкладыши здесь слабенькие, тоненькие, вот как фольга. Их при любом удобном случае задирает. Видать, удобный случай был. Специалисты советуют при любом удобном случае делать ревизию вкладышей. И неудивительно, что мы видим задиры на третьей коренной шейке, там, где стоял этот изношенный вкладыш. Разборка закончена. И вот такой прекрасный мотор есть на нашей голубой планете. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал. Заходи на наши соцсети. Грядут отличные акции и розыгрыши. Покупайте у нас только хорошие запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова